Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 30 ноября 2015 года, выпуск номер 59. Время полдесятого по Челябинску. Всем привет. У нас есть для вас несколько громких тем, Никита начнет. Первая, самая громкая тема — выключить JavaScript и выжить. В WordPress переделали админку на JavaScript. А третью я не помню, самую громкую. Какая там у нас? В Инде 30 лет? В Fallout 4 отвратительный юзер-интерфейс. Ну вот вы сейчас заспойлерили одну тему. Ладно, погнали. Погнали. Ну мы сейчас заспойлерим еще одну тему. У нас есть, как обычно, наш любимый спонсор, который вы все отлично знаете, но поэтому все равно послушаем еще разок. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Сегодня, кстати, 30 ноября день рождения празднует Келли Куока, представляешь? Интересно, наши слушатели вообще знают, кто это? Ну, хочется верить. На самом деле, если даже не знать ее по роли в «Теории Большого Взрыва» в ситкоме, она исполнила роль Пенни. Мы сейчас с тобой как ведущие на Energy уже не только потому, что у нас микрофоны хорошие, а потому что мы факты такие из жизни офисных работников говорим. Кроме этого, она снималась в последнем сезоне «Зачарованных» на самом-то деле. Серьезно? Я вот это не знал. Да-да-да, она там типа просто какая-то молодая телочка была. Она там реально молодая, ей там лет 17 еще. То есть все уважаемые зрители сегодня обязательно посмотрите «Последний сезон Зачарованных». Желательно на ночь. Так, ну давай тогда перейдем к более насущным новостям. Что нам эти 30 лет? 30 лет это... Согласен, согласен. 10 способов, чтобы профокусировать свое изучение дизайна. Нам дизайн-мода, как бы, простите за тавтологию, но тем не менее, рассказывает о том... Автор статьи Томас Лаурино Вациус. Лаурино? Лаурино, да. Он литовец, по-моему. Или латыш. Ну, по-моему, литовец. И он, кто... Наши зрители и слушатели могут знать его по кооперации. Как это правильно я сказал? Коллаборации. В общем, они вместе с Павлой Боровской писали книгу «Mobile Design Book», чтобы ты понимал. Она была уже в совершенно летнем возрасте, когда они вместе писали книгу? Да, я думаю. Она года на два-три младше, и это было год назад, так что все нормально, слава богу. Они, возможно, даже не виделись. То есть она писала эту книгу, они... Ну, как бы, я даже ее покупал. Как я помню, там, долларов за 16 это было. Угу. Сейчас бы мне эти деньги назад как-то. Ну, так вот. В общем, первый способ постоянно учиться дизайну — каждый день себя показывать. Знаешь, как вот в присказке «Мир посмотреть, себя показать». Угу. Здесь вот есть картинка, если ты у себя на компьютере открыл тему. Угу. В течение двух лет каждый год... Каждый год. Каждый день себя обязательно как-нибудь показываете. Это вам даст деньги, аудиторию, решит в основном проблемы, там, бла-бла-бла. Короче говоря, вы научитесь. Каждый день нужно обязательно что-нибудь показывать, вываливать. Будь то счет на дрибл или какая-нибудь каля-маля, которую вы на твиттер или в инстаграм выложите. То есть показывать именно людям? Да, какой-то аудитории? Не просто самому себе показывать что-то? Само собой, экспоужер нужен. Нужно себя обнажать для этого мира. Я не имею в виду, как художник, который яйца на Красной площади прибил. Хотя и так можно. Может быть, он о дизайне что-то узнавал в тот день. В тот день у него просто такое было по расписанию. Вот. Но на самом деле, если каждый день что-то хотя бы в паблик постить, к нам предлагать, то вы уже будете прямо гуру. То есть в течение двух лет. Ну, мы сейчас эту тему разовьем. Здесь следующие правила. Вот, например, правило одного процента. Так называемое. А есть такой чувак Джеймс Клиер. Джеймс чистый. Чистейший. Так. Так вот он вывел правило, что если хотя бы там 30 минут или час в день что-то изучать, то за 30 дней это уже 1800 минут или 30 часов. Да ну нахрен. Ну, это все, кстати, знают же это правило. Это же была эта картиночка. Да. Мы ее тоже в паблик выкладывали. Что если вы на 1% лучше каждый день становитесь, то 1.01. То есть это 101 процент, грубо говоря. В 365 степени, то есть сколько дней, это уже 37 процентов. То есть вы становитесь на треть лучше в среднем за год. А если вы на 1% хуже каждый день становитесь, деградируете, сидите у нас в чатике и ничего не делаете, то 0.99 от вас каждый день остается, и в 365 степени от вас остается всего 3% через год. Даже 3 десятых получается, 3 сотых. Ну, 3 сотых общего это 3%. То есть как бы, да. Применяйте правило 80 к 20. А в данном случае имеется в виду, что когда вы учите какую-нибудь тему, не старайтесь выучить 100%, выучите хотя бы 80, чтобы остальные 20 вы могли потом на практике или как-то поднатаскаться, или что-то еще откуда-нибудь их спросить у кого-нибудь. Если вы не будете стараться усраться каждый раз, то у вас, возможно, мотивация не пропадет к следующему разу хотя бы. То есть, ну, все мы знаем, что лучше не перерабатывать в таких делах, потому что потом... Лучше не добдеть, ты думаешь? Лучше не добдеть, я согласен. Вот хотя бы в рамках правила 80 на 20. Если каждый день нихрена не делать, то лучше же перебдеть все-таки. То есть, ну, как бы это такой... Может быть, может быть, мы можем с тобой даже это правило по-другому применить. 80% лучше перебдевать, а 20% в ней недобдевать. А-а-а, отлично. Мне вот интересно, у нас в неделе 7 дней и 2 дня выходных. Ну, такие классические, кто по 5-дневке работает. Не двое через двое сидит, кроссворда в охране разгадывает, а все-таки как-то обычная работа. Так вот... То есть, меньшинство наших слушателей. Меньшинство, я бы сказал. Нет, я бы сказал, большинство все-таки. Наши охранники в основном слушают. Они футбол переключают на подкаст. Так вот, 2 дня от 7, это 2 седьмых или 4 четырнадцатых? Или сколько это, короче, 20% это процентов или больше? Я пытаюсь как-то понять. 25% около того. Ну да. Получается, да. Чуть-чуть больше, 28. Ну, почти. То есть, у нас даже рабочая неделя, в принципе, при коммунистах, при них же 5-дневку ввели. До этого чуть ли не все время пахали вообще по полной. Я не помню, при царе мы сколько пахали. При царе, я думаю, пахали вообще, пока не сдадут церковную десятину, не сдадут 10 мешков, хотя вырастало только 8, и каждый раз еще в долги приходилось заходить. Тогда и работали. Я думаю, в выходных тогда точно не вводили еще. Ну да. И при капитализме, собственно, тоже, я думаю, при раннем, там, во времена Великой Депрессии. Ну, там уже вообще работы не было. Ладно, не будем уходить. Даже здесь, смотри, нам рабочую неделю вывели примерно по этому соотношению, что нужно там 70% недели работать, 30% таки отдыхать. Take up challenge. Нужно принимать какие-то челленджи и выдумывать для себя штуковину. Типа, а я вот теперь в течение года каждый 365-й день буду посетить фоточку. То есть мы с тобой вот знаем, был такой стартап 365days.ru. Это даже не реклама, потому что, ну, смешно это такое рекламировать. При всем уважении к ребятам. Мы их лично даже знаем. Но это прикольно. Ты как бы решаешь для себя, что каждый день ты вот что-то делаешь, и самое главное, ты об этом публично заявляешь. И это тебя немного подталкивает. И на самом деле все секреты вот этих вот тем, которые мы сейчас зачитываем и проговариваем, а просто становиться организованнее. Чем организованнее ты станешь, тем больше ты в итоге узнаешь и про дизайн, и про программирование. Вообще, что бы ты не хотел узнать. Так. Еще пункт, teach, обучай. Если можешь кого-то, если ты знаешь что-то, и как бы было такое правило, если ты знаешь сколько-то, то обязательно кто-то знает меньше тебя. То есть, грубо говоря, всегда есть люди, которых ты можешь чему-то научить. Мы примерно так же с ювеб-дизайном начинали. Мы не знали практически ни хрена, но все равно пытались учить. Мы теперь все еще ни хрена не знаем и все еще учим. Поэтому вот хотите быть как мы, учите. Так. Work on a side project, работайте над side проектами. Здесь он как раз и упоминает книгу Mobile Design Book, которую он с Паулой написал в позднем 2013-го. Смотри, время-то летит. Я думал, год назад, а уже два года назад оказалось. А ведь реально, что-то сейчас даже мне грустно как-то стало. Я-то думал, это год назад было. Ну так вот. То есть, работа над side проектом всегда позволяет найти мотивацию для основной. Ты как бы отвлекся чуть-чуть на хобби, будем говорить, поработал, но по сути здесь ты в этом же хобби прокачиваешь свои непосредственные рабочие навыки. То есть, ну и так далее. Break things down, это Цукерберг говорит о том, что любые большие проблемы надо на мелкие разбивать, но это практика всех agile методик. Здесь не будем даже подробно останавливаться. Experiment. Всегда нужно экспериментировать. Здесь вот он приводит стату Эдисона, я ее очень люблю. Типа, я не потерпел неудач. Я всего лишь нашел 10 тысяч способов, как не работает. Ну это все знают, что это про лампочки. Ну ты расскажи, может быть не все. Ну знаменитый Томас Эдисон, который как бы развил идею лампочки, которую придумал там наш русский, не помню кто, не понял кто. Но Эдисон развил ее, 100 тысяч раз попробовал и даже там чуть ли не умер, там несколько раз. И у него получилось апгрейдить лампочку. Ну и ему ученик говорил, Томас, ты идиот, мы убьемся. Ты же видишь, у нас не получается. Он говорит, нет, я не остановлюсь, я буду дальше делать. Потому что я всего лишь знаю еще один способ, как не сработало. Да, да, да. И вот он 10 тысяч раз попробовал, получается. Да. Ну и тут, конечно, в конце еще классический принцип воруйте, как настоящий художник. Хорошие художники подсматривают, а отлично и воруют. Вот эта вот знаменитая цитата. Нужно вот, делайте так, как те, кто вам нравится. То есть вот мы всегда пытались Крису Койру подражать, но я за себя скажу, даже не в стиле жизни, я не такая жирная скотина, как он. Но в работе. То есть смотреть, что он делает, пытаться как-то повторить. И после того, как вы пытаетесь что-то повторить, вам волей-неволей своя хреновина на ум приходит. Возникает, знаете, какие вот эти шальные мысли? А если я вот тут вот, не как он сделал, а попробую вот так. Хоп, глядишь, у тебя уже новый фреймворк на основе Node.js, который никто кроме тебя не будет использовать. Но, тем не менее. Ну потому что ты когда воруешь, это немного другое. То есть ты воруешь, и ты в любом случае как-то думаешь, как преобразовать. Это не просто копирование тупое. Ну, есть, конечно, и просто копирование тупое, но это на самом первом этапе. Или у плохих тупых людей. Ну, то есть всякое бывает. Кстати, обрати внимание, здесь в конце Google Plus и Tweet они выровняли. В прошлый раз мы говорили, что у них там поехало, а сейчас выровняли. И заметь, у Tweet у него уже новый стиль без каунтера. Об этом мы, кстати, еще поговорим, забегая вперед. Да. Следующая тема из нашего блока дизайн, а это первый блок у нас теперь традиционно про дизайн, про интерфейсы, про UI, про UX, вот про эти вот забугорные слова. А является ли вот эта летучая кнопка действия, которую мы привыкли видеть в Material Design, там справа снизу, новой иконкой гамбургера? В том смысле, что цепляется ли у нас за нее сразу взгляд и хотим ли мы ее сразу нажать, как хотим это мы сделать с иконкой гамбургера? Так, ну-ка. Пишите в комментариях, если вы хотите нажать на кнопку гамбургера, как только ее видите, просто чтобы сразу всех посмотреть. Я вот написал бы в комментариях, если был слушателем. Я вот жму всегда на гамбургер иконку. Ну так вот, и нам пишут о том, что в принципе из-за того, что, ну, пришел материальный дизайн, его сразу же много кто имплементировал, потому что у Google большой авторитет. Вот эта кнопочка летучая, вот здесь на скрине, она видна справа снизу, то есть она всегда практически яркого цвета какого-нибудь. То есть вот есть, типа... Она выделяется сильнее всего остального, я бы так сказал. Да, она выделяется сильнее всего остального, и за счет того, что она выше по материи, у нее тенька больше, и за счет того, что у нее именно яркий цвет, основной, который преобладает в дизайне, вот здесь красный в данном случае, иногда она там фиолетовая, розовая, зеленая, она всегда висит справа снизу. Здесь, кстати, говорят о том, здесь первый скрин, это редизайн, это Google+, про который мы тоже сегодня скажем пару слов. Здесь нам говорят, что ладно, она на телефоне справа под большим пальцем, а когда, типа, большой экран, она там справа где-то сбоку, ты уже туда не смотришь, у тебя по центру, грубо говоря, взгляд развернут, и типа, а там она справа, и как-то не очень, надо бы ее, чтобы понятнее было. Но здесь ее сравнивают со стики-хедером, то есть она настолько же важна, как раньше был важен вот этот стики-хедер, который ты скроллил, а сверху оставались там вкладочки и так далее, но это на самом деле не изжит, этот элемент интерфейса по-прежнему много где есть. Так вот, говорят о том, везде ли она так функциональна, ну и на самом деле зависит от ситуации. То есть вот, например, здесь разбирают концепт VK Player App. Отлично. Да, там даже закон каменных джунглей, какие-то треки тут непонятные. Короче говоря, здесь вот этот экшн-баттон летающий, он вообще за другое отвечает, он тут сворачивает, разворачивает всякую хрень, там треки, плейлисты и так далее. И здесь его полностью переврали, тут он немного другой смысл несет, и типа, вот если смотреть на спецификацию, они типа, эта кнопка должна являться главным действием. В почте написать письмо, в Google Plus написать комментарий или, если вы находитесь на главной странице, то есть запостить какую-нибудь запись у себя на стене. На VK тоже будет запостить запись. А здесь это идет сворачивание-разворачивание, и это полностью подмена понятий, это полное говно, так делать не надо. Ибо. А вообще, например, здесь дальше используется вариант, ой, вариант, пример BeGit. Это сервис для заметок каких-то и репозиториев, я так понимаю, не знаю, не знаю, то есть это... Здесь вот эта floating кнопка используется вообще как хелпник, то есть ты туда жмешь и посмотришь, как пользователи пользоваться сервисом. Ты имеешь в виду вот эта самая главная гугловская кнопка, которую типа придумали гуглы? Да, да, да. Они ее как только не используют, и они, а другие всякие. Да, да, ее исказили уже сто раз. И то есть не как гамбургер. С гамбургера иконка у всех консенсус, она у всех практически открывает меню, чтобы всех посмотреть. А тут ее использовать не пойми как, и короче говоря, судя по всему, этой кнопке не удастся повторить успех гамбургер-айкон. Блин. Если только вдруг все не очухаются и не перестанут бедлить и использовать ее совсем для других ее экс-действий. Ну, она еще как-то очень монументально выглядит. Вот знаешь, ее страшно нажимать. Она как будто ты сейчас это действие не сможешь обратить. Ты вот сейчас нажмешь его, у тебя запустится ракета и полетит, и ты если не успел гугл документы создать, она улетит в тебя и все. Да, меня еще, знаешь, что показывает, что она меня уведет с этой страницы куда-то, сразу тут что-то прям запустит такое, а я тут дочитал, я вот боюсь ее жать, а потом когда дочитаю, я уже просто, с меня три пота сойдет, потому что я буду на эту гумфу и я уйду вообще, и так я не нажму на нее. Ты так уйдешь и не узнаешь, что я там то-то, то-то. Что это просто гугл документ. Да, что это просто создать гугл документ. Тут, кстати, в конце есть вот этот их опрос, знаменитый, с помощью системы Polar, который переведен, вот тут голосуй, написано. Я проголосовал, что гамбургер иконка по-прежнему лучшая. Я тоже, и там 802 человека так проголосовал. Да, вот ты 802, у меня, кстати, не обновилось, у меня 801. 488 за вот эту вот кнопку и 620. Хорошо, хоть не 1488. Да. 620 за то, что и то, и то говно. По аксиоме Эскобара, я не побоюсь этого слова. Еще одна кнопка, еще это. Еще это. Такие обе. Еще я оснащался с матерью ее. Пишите, что вы думаете по поводу флоутинг-экшн-баттона и про гамбургер-меню. Ну, хотя я бы на нашем месте о них даже и не думал. Так. Следующая тема мне прям приятна. Эстетическая эволюция флет-дизайна. Приглушенные цвета. Блин, это круто. Прям Керри Казинс, она когда пишет статьи, она прям как укутывает в одеялко. Особенно еще дизайн-шек. Дизайн. Дизайн-шек-шек это хижина, как кто знает. Она прям такая уютненькая, в постельных цветах. Хочется прям здесь укутаться, уснуть и не переходить никуда с этой статьи. Она нам рассказывает о том, что... Вот к чему мы привыкли вообще в флет-дизайне. К цветам вот этим. Есть же даже FlatUI Colors, кажется. FlatUIColors.com Сайт? Да, да, я правильно. У меня везде, я тебе сейчас покажу, у меня отсутствует плагин, везде на них написано, потому что, чтобы скопировать, грубо говоря, цвет, нужен флэш-плеер здесь. Ну, короче говоря, это сайт, на котором все основные флет-цвета из дизайн-модовского фреймворка здесь используются. Так вот, если от них отойти и как-то понять, куда эволюционируют, у нас есть три варианта. Тинц. Я не знаю, как это правильно... Не тинц, нет, тинц. Не знаю, как правильно на русский перевести, но это цвета, в которых прибавляется белый. И нотки. То есть белесые цвета. Я знаю, что те переводятся как... Есть тинц, шейдс и... Еще какая-то хрень. Сейчас доскроллим до нее и посмотрим. Короче говоря, забеливание, оно используется как раз для постельных цветов, для того, чтобы более четко черные детали показывались. То есть если вдруг нам нужен легкий фон, который расслабляющий... Вот здесь есть пример с сайтом Джека Хорнера. Так вот, он по санитарным нормам, на самом деле, сделан. Если, опять же, вспомнить, как коммунисты делали, во всех больницах, школах везде такие бежевые аккуратные тона для того, чтобы... Вот доска черная, меловая, которая на такой стене висит, это был самым главным примером, предметом концентрации. Чтобы детки на уроках сидели и прям ни на что не отвлекались. Круто. Вот здесь Джек Хорнер именно так же и сделал. У него как бы есть хеддер, и там его заголовок, и сам download our menus прям по полной вообще. Да, вижу. Чтобы ты пошел и пожрал у него ланч, all day, drinks и так далее. То же самое здесь cake teacher. Здесь, опять же, заметь, с обучением связано, такие приглушенные легкие цвета, забеленные, для того, чтобы мы все на мухомор сразу видели. Но это, как ты понимаешь, учат делать торты красивые. То есть нам сразу на торты такой дичайший акцент вообще. Они тоже, на самом деле, приглушенные, не очень яркие, но по сравнению с бежевым и зелененьким они прям ну по полной. То есть call to action сделать очень легко, когда общая цветовая гамма вот такая постельного цвета. Так. Shades — это затемненные цвета, которые добавляют не белые тона, а черные. Это обратная. Да, да. Ктинс. Обратная ктинс. Так вот, оно используется для поп-апов, например. То есть мы затемняем весь бэкграунд, и здесь тоже зеленый. Как ты видишь, он темный на вот этом вот всплывающем окне. Чего они тут отступ не сделали, где enter email here слева. Я имею в виду. Не знаю, неважно. В общем, я даже не знаю, какое именно чувство у меня это вызывает. Какое-то тяжелое на самом деле. Вот когда такие темные тона, как бы тебе как будто не 40% off. А как будто вот если ты сейчас не купишь за 40% off. То ты в темной коморке останешься, тебя запрут, как сербскую проститутку в Нью-Йорке, где-нибудь в подвале. И ты там так и будешь дальше за 40% off работать. Да, да, да. Но, тем не менее, это эволюция флет-дизайна такая на самом деле. То есть здесь вот есть еще Фрида. Такой темненькая, немного гнетущая, но, блин, все равно это вот неплохо. Это красиво выглядит вообще. Стильно. Ну, и тем не менее, здесь добавляют винтажность. Вот, точно. Эврика, винтажность. Для этого же затемненная. Я прям помню, когда мы еще начинали с вами работать в начале 13-го, может быть, даже в 2012-м, мы делали сайт для одного сырной компании. Так. Мы как раз там темные винтажные цвета использовали для того, чтобы показать, что у них большие такие традиции, что они еще со времен СССР работают. Не взяли, правда, тот дизайн в продакшене, но вообще мы с ними так и не удалось нам поработать, но мы уже тогда такое пробовали подсознательно. Я просто давай на секунду остановимся, а почему нам в винтажном темные цвета кажутся винтажными? Потому что выцветает. В подвале пылью покрыто. Пыль, она темная. Пылью покрыто, все такое темнее становится. А может быть, знаешь, старые фотки, которые какие-нибудь еще на пленку сняты, они тоже затемняются уже. А смотря на какой фотобумаге напечатано, некоторые в белую сторону выцветают, к сожалению. Вот, например, чеки, они на бумаге, которая к теплу восприимчивая, да. Они, если ты жопой на чеке посидишь, он затемнится весь, потому что ты его согреешь, и там вся краска спокойно сойдет. Вот так вот мы от Фриды к жопе перешли просто, из согревания к жопой. Тонс. Это приглушенные тона, в которые сочетаются и светлый, и темный. И для того нужно просто, чтобы мягче казалось, чтобы не яркий, прям красный, оранжевый, а просто мягче, и все. Используется вообще для разного. Ну, написано pleasing nature, чтобы приятнее было, чтобы не било по глазам, как адреналин, а как-то все-таки по-человечески, чтобы оно мягонько шло. И вот здесь дизайн шек, дизайн, опять же, он как раз такой и есть. Здесь такие серые, приглушенные, зеленые. Он и не белый, и не темный, он прям такой, вот просто приглушенный. И здесь вот freedom to flourish, здесь сразу прям такой чувак. Там, кстати, еще сварка, практически та картинка, которая просто в гугле по запросу сварка первая выдается. Мне кажется, это реально, она как будто... Ну, только отзеркаленная. Очень похожая, но отзеркальная. То есть вот, просто чтобы ты зашел, и как будто ты уютно зашел в свой дом. На кухне где-то горит лампа вот над одним светом, а везде в остальных темно, ты идешь, там, пижамку уютную надеваешь, и... Ну, кстати, согласись, если ты вот на эту фотку, которая где мужик, если ее без фильтра сделать, просто вложить белый, будет очень резко. Да, я согласен. То есть из-за того, ну, просто белый, она будет белесой, и не будет видно деталей. Просто темный будет темно. Поэтому здесь вот так аккуратно скомбинировано, чтобы и детали не потерять, и чтобы по глазам не било, и чтобы receive content right in your inbox. Блин. Так что вывод такой. Отходите уже от вот этих вот флет-цветов, и от материальных, в том числе от вот этой яркости, от вот этой вот устал уже пользователь от сильно яркого. Замыкающая новость сегодня у нас в рубрике дизайн и интерфейс, это почему юзер-интерфейс 4-го фоллаута полное говно. Охрененная тема, я вот прям предвкушаю. Вы, кстати, пользуясь случаем, подписывайтесь на канал VD Games, где мы проходим видеоигры, в том числе Fallout 4. И пользуемся кривым UX-ом. Естественно, и плюемся каждый раз. И мне потому игра не нравится, видимо. Я понял, почему. Потому что интерфейс говно. Так. Начнем с пипбоя. Мы не будем читать все разглагольствования от Кирка Хамильтона. Но мы надо рассказать только, что пипбой это практически один из игровых элементов важных самых в Fallout, который используется для того, чтобы все смотреть, определять там... В общем, это полностью твой интерфейс персонажа. Грубо говоря. Ну да, это, если говорить по лору, то это внутриигровой компьютер, который на запястье надевается. И в нем прям все. А внутри игры это и инвентарь, и твои статистики, и твои квесты, и карта, и радио. Вроде все, перечислил. Так. Так вот, вот представьте, как выглядит он в игре здесь, скрин. И автора бесит, что actual useful information, вот в таком маленьком квадратике сконцентрирована полезная информация, все остальное просто нонсенс, чепуха. Если на карте посмотреть, то там можно зумить немножечко. И максимально, как вы зазумите, все равно, ну, половина экрана где-то только занята. Все остальное чепуха. Так вот. Это как бы... Ну, это типа атмосферно. Ну, я согласен, что это атмосферно. Плюс я бы так сказал. Вот если вернуться к первому скрину, где именно рука колесика еще двигает в правом верху. Колесико показывает ровно на ту вкладку, которая открыта. Будет открыта карта, там будет черточка на мэп показывает. Ну, это естественно, да. Уровень радиации, который вот чуть-чуть пониже, вот этот полукруг, он реально показывает уровень радиации. То есть, ну, фактически там есть небольшая информативность. Так. Автор статьи или не посчитал нужным о ней говорить, или я не знаю. Радио, вот которое там снизу, оно тоже ловит. И если радио включено, то там красная полосочка, она немножечко покачивается. То есть, но... Имеет смысл немного. Немного, согласен. Можно было бы, может быть, как-то это и по-другому вынести, но я просто в защиту фоллаута, хотя казалось бы. Так. Кстати, вот в приближенном варианте там остаются как раз только счетчик радиации и вот те показатели, уже больше полезной информации. Так вот, кроме этого, статус бар. На разных страницах оно обозначает разное. На статистике это хитпоинты, левел и экшнпоинты. Очки действия. В инвентаре это вообще другое. Вес, количество денег и хитпоинты, причем помененные местами. Мне кажется, вот это больше всего бесит. Согласен, это полная инконсистенси, если угодно. Потому что, ну, помененные размеры, ну, ты привык уже видеть там колоночку, а ты видишь ее в другом месте. Да, я согласен, ничего не стоит хотя бы... Ладно, меняешь контент, но сделай ты центральную полоску все-таки везде по центру. Иначе, ну, а какого хрена? Ну да. Ну вот, непонятно. Внутри даты вообще только две. Центральная полоска никак не реагирует. На карте тоже три. Но отцентровано вправо. То есть, как-то, как будто, знаешь, несколько разных дизайнеров дизайнили каждые куски пипбоя. Или один не дизайнер. Да, или один идиот, согласен. На радио нет вообще. Хотя могли бы хоть какой-нибудь бутафорский уровень сигнала, там, уровень громкости выбрать. Знаешь, просто, который даже контролировать нельзя, но тем не менее. Карта. Очень бесит его отдельно сказать карта. Во-первых, потому что, если играть на геймпаде, это единственное место, где тебе реально дают курсор. И ты аналогом, курсорчиком пытаешься выбрать. А на хрена там курсор вообще? Ну, именно курсором выбираешь, чтобы он не по точкам скакал, а именно ты мог сам навести на конкретную точку и нажать быстрый переход. Так а смысл? Тебе, наоборот, и надо скакать поедет. А ну, вот и тем не менее. То есть это есть здесь в претензиях, но представим, что мы мышкой. Неважно, мышкой ты выбираешь. Он пишет, что, во-первых, там сенс говно. Во-вторых, приблизил, сразу так приблизил, что сильно приблизил. Ну, короче говоря, сенс приближения тоже говно. Некоторые точки очень кучно расположены. То есть непонятно. В принципе, все монохромное, но об этом будет дальше. То есть есть лоукал карта. Вот она дальше. Она выглядит как вид со спутника, но на монохромном экране. Оно, спору, нет. Выглядит прикольно, но по функционалу полное говно. Ни на одной никогда карте в фуллауте, начиная с первой и второй части, я никогда не мог ничего разобрать. Потом уже разбирался, когда уже как в Матрице. Я уже обычные карты также видел, вот тогда более или менее я разбирался. Так, а представляешь, еще запутанное какое-нибудь убежище, и ты вот никак вообще... Не, невозможно. Особенно вот даже вот просто в городе. Из-за того, что там каждая развалинка, каждая лежащая машина тоже показана какой-то там пылью и непонятно чем. Но там, да, просто жесть. Интерфейс стелса. То есть если отойти от пи-бои, поговорить немного о более таких внутриигровых штуках, когда вы присаживаетесь, ну это на самом деле со времен Обливиона и Скайрима, наверное, я в Скайрим не играл, но в Обливионе было так же, да и в других Фоллаутах. Присаживаешься и просто огромная надпись «Hidden», типа тебя не видно. И есть квадратные скобочки, и оказывается, я вот тоже не знал, узнал только из этой статьи, чем ближе квадратные скобочки к надписи «Hidden», тем быстрее тебя сейчас заметят. Кто бы нахрен знал. Это ни разу не объяснялось ни в одном Фоллауте, ни в Обливионе, нигде, но это оказывается так. Офигеть. Да, согласен. Ну, диалоги. Про диалоги уже миллиард шуточек было по поводу того, что есть только вопросик отрицательный, положительный сарказм. Да, да. А, кстати, на английском тоже сарказм, типа, да? Да, да, полностью сарказм в квадратных скобках, точно так же. Но там не везде сарказм справедливости ради. То есть, ну, только в каких-то диалогах с людьми с собакой сарказма нет. Ну, понятно. Но это и не важно. Все равно они настолько спинно-мозговые эти варианты, прям как в Mass Effect. Газета? Ненавижу газеты, поддерживаю газеты, not my business. То есть, настолько тупорылые уже варианты, мне это именно Mass Effect напомнит. На самом деле, если вспоминать еще другие игры от Bethesda, в Обливионе тоже всегда диалоги были просто словами. Грубо говоря, темой для разговора. Там, знаешь, украденные там эти, там, раса хаджетов, что-то еще. И ты спрашиваешь, и ты говоришь, да, я, кстати, слышал про это. И все, у тебя дневник обновляется. То есть, там диалогов вообще как таковых не было практически нигде. Вот тут они от Fallout, от крутого, проработанного, который вот в Нью-Вегасе, прям там такие диалоги, интересные, перешли к полному говну. Кроме этого, есть еще вариант харизмы, в котором color code есть. Вот цветами подсвечено, насколько сложно будет конкретный вариант выбрать. Есть красный, оранжевый, желтый. И вот тут автор негодует, что желтый и оранжевый очень похожи. И его бесит различать. И могли бы сделать там какие-нибудь синенькие, красненькие. Ты имеешь в виду, чем более зеленый? Зеленый это стопудово, желтый практически стопудово. Оранжевый, ну там кубик каждый раз кидается, внутриигровой. Понятно. И в зависимости от того, какая у тебя харизма роллится с таким-то шансом успеха. И красный практически невеально, да? Я так понимаю, я просто, ну я так далеко не доигрывал еще пока. Я не понял, красный это либо шанс маленький, либо просто надо там 10 харизмы. И условно, если ты играешь, то и у тебя 10 харизм, у тебя красные все равно всегда будут роллиться. Вот это я не понял. Пишите в комментариях, как правильно роллить там. Но я вот точно помню, что в первом и втором фоллауте был скилл эмпатия, на котором синим показывались реплики, которые прям хорошие, которые к действию какому-то придут. Или там пойдем со мной, или там знаешь реплика, я там тебе переживаю, да, и после этого там ты квест прожимаешь. К красным подсвечивалось то, что стопудово не надо говорить, это или боем закончится разговор, или просто там персонаж на тебя обидится. То есть там было реально понятно, а зеленым все остальные. А тут вот с этим роллом, ну хрен его знает, то есть непонятно. Система крафта тоже, это очень сложно, надо именно подойти к верстаку, от него начать, потом расставлять кровати, ну это все, это отдельная боль, я даже на этом останавливаться не буду, тут есть видосики, на котором показано, как можно ставить, как ставить нельзя и так далее, как переносить. Справедливость, о, точно, апгрейд перков. Я не буду говорить про то, что в принципе систему переработали с прошлой игры, и она стала полным говном, другое дело. Персепшн, и вот есть у тебя Персепшн 8. Точнее 7. И там звездочками только показано, там не написано цифрой. И нужно каждый раз считать звездочки. А сколько у меня там звездочек? И чтобы понять, сколько у тебя харизма. 6 или 5? 6, 7, 5. То есть, ну, просто смешно. И да, он пишет, внутри все перки, когда перейти на страницу перков в пипбой, они просто по алфавиту еще выстроены. Никакой привязки там, какой был перк от Персепшн зависел, какой от удачи, просто по алфавиту и все. И непонятно вообще, какого хрена. В ВАЦе не подписаны процентики. Просто 51. Че 51? Кто 51? Непонятно. По шаговом режиме в этом. Да, да, да. Красными скобочками выделено, куда будет стрелять. Почему не как-то, ну, я не знаю, на самом деле, как это сделать по-другому, но вот ВАЦ в 3D-шных фоллаутах не очень хорошая штука, но в Нью-Вегасе я привык, а тут пока не привык, потому что тут прямо, там-то на паузу прям игра ставится, а тут она немножечко двигается. Я каждый раз начинаю кипишевать, как тёлка, которая первый день за рулём, у него дворнички работают. Я начинаю кипишевать, потому что на меня уже бежит чувак, мне надо успеть там это, ну, сложно. Он говорит о том, какие две системы хорошие в юзер-интерфейсе. Первое, это биндинг оружия на крестовину, что влево-вправо-вверх-вниз по три слота есть для пушек, и, ну, это реально прикольно, и для стимуляторов пользуюсь. И второе, то, что можно выйти сразу на десктоп, когда ты жмёшь в главный, выйти, у тебя есть два варианта. На буковку А выйти в главный меню, и на Y выйти сразу на рабочий экран, рабочий стол. Побыстрее бы выйти, и всё, они видят в интерфейсе. Да, 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 то есть вот так вот. Ещё, кстати же, там что-то с пауэр-бронёй тоже криво. Нет, 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 нам Саня пишет в Телеграм. С пауэр-бронёй что? Она тоже кривой, интерфейс у неё. Ну, у неё он ещё чуть-чуть другой, то есть там компас без пауэр-броней один, а внутри пауэр-броней совсем другой, ты не понимаешь поначалу, что происходит, и да, да. И я как раз в летсплее, я тупил очень сильно. Ну, то есть это реально можно на заметку дизайнера взять, что не надо делать везде разрозненное, надо делать консистенции очень сильное. В играх это вообще особенный вид. Да, надо отправить именно Телеграму в Fallout, вот прям именно Телеграму. Как вот, знаешь, новость, Путин выразил Телеграмой соболезнования Оланду, что там расстреляли там в Париже теракты. Вот нам надо именно Телеграму в беседку отправить, одно слово консистенции. Переходим к следующей теме. У нас блог про дизайн, мне кажется, час шёл. Ну давайте, теперь быстро про бизнес, про бабки, по-быстрому, мимолетно практически пройдём про бабки. Первая тема, баннеры-резалки и что о них думают представители российских медиа, инструкция по проверке доли пользователей с блокировщиками на своём сайте. Блин, классная тема на самом деле, потому что, во-первых, здесь опросили самых видных наших медиачуваков, которые там занимаются всем-всем-всем, всеми журналами, издательствами и т.д. и т.п. Во-вторых, тема баннера-резалок мы, мне кажется, ещё даже не обсуждали. Вот про отблоки, отблоки плюс, у нас ещё такого ничего не было. Давай, Никита, сразу расставим точки над И. Ты пользуешься такими? Я не пользуюсь. Я тоже не пользуюсь. Вот в комментариях сто пудово все напишут, что пользуются. Мне кажется, наша аудитория прям вообще. Напишите в комментариях, потому что, как оказалось, вот у меня на работе дохрена кто пользуется и непонятно почему. Ну то есть, вроде бы как бы не сильно тошнит от них, но это на какие сайты надо заходить, чтобы тебя тошнило. Я, честно сказать, ржу каждый раз. От тех, от которых должны тошнить, я просто ржу каждый раз, и мне это прикольно. Я не понимаю, зачем лишать себе этого удовольствия. Я согласен. Так вот, и на самом деле, как оказалось, я вот это сразу свяжу с тем, как отвечали здесь вот эти редакторы и издатели. Они практически все, я бы даже сказал все, не блокируют рекламу, не ставят отблоки и ставили только, чтобы потестировать там, ну то есть, вот такое. Короче говоря, во-первых, здесь их опрашивали на несколько вопросов. Здесь они отвечали на несколько вопросов, вот то, что ставят, не ставят отблоки, пользуются, не пользуются. Хотели бы вы, чтобы вообще там объединиться всем медиаресурсами всеми и запретить вообще отблоки, блокировщика рекламы. Сколько процентов ваша аудитория, в принципе, пользуется отблоками? Это можно проверить, там даже скрипт в конце приложили. Вот. Ну, в общем, они на все это отвечали. Я просто скажу вкратце, что практически среди всех здесь отвечали главный редактор, точнее, издатель проекта в компании TM, TM, то есть это Хаббр-Хаббр, Гиг Таймс, т.д. и т.п. Главный чувак-издатель Медузы. Главный директор генеральной спортс.ру. Роэмру, Коса, я, кстати, Коса не знаю, что такое, тоже какие-то Медузы. Ну, можем про него не говорить, раз мы его не знаем, прям проигнорировать. Ну да, Look at Me, Zuckerberg и T-Journal. Вот они все отвечали, в основном, в среднем, 20% их пользователей пользуются отблоками, 20%. Ну, возьмем, что у всех продуктов 20% отблоки. Все говорят за то, что они не пользуются отблоками. На тематических медиа, заметь, у них было в пике 43, сейчас около 30. То есть там, где побольше задротов, там побольше процент баннера резало. Да, да, то есть, конечно, от аудитории зависит, то есть наверняка на каких-нибудь ведомостях, опять же, там вообще мало народу. Ну, там, да, тетеньки, дяденьки заходят, они как бы, они думают, что реклама, это часть интернета неотъемлемая, как нога, это часть организма, поэтому, да. Да, ни один, ни один не проголосовал за то, чтобы, да, я хочу там объединиться со всеми медиа и запретить, запретить, запретить. Все говорят, что это все равно развитие, все равно те, кто хотят пользоваться, они будут как-нибудь блокировать, будут рукой закрывать эти баннеры и не будут смотреть на них. То есть в любом случае этим заниматься не надо, конечно. То есть отблок, запрещать отблок, блокировать отблок не надо. Вот. Они все за то, чтобы, естественно, чтобы интернет развивался, реклама развивалась. А предавать предателей надо или нет? Я просто как-то хотел спросить и не мог вклиниться. Да, я согласен, это надо. Что еще хочется сказать тут про это? Во-первых, короче, на самом деле, вот люди, которые смотрят нас с отблоком, они нам забирают бабки наши, грубо говоря, вот на ютубе. То есть вот они, даже вот этот подкаст, в котором есть несколько реклам, они их режут, реклама не показывается, деньги нам не приходят. То есть элементарно, если вы просто уважаете людей, которых смотрите на ютубе, и вы, допустим, смотрите не только PewDiePie, а смотрите тех людей, которые реально кормятся с ютуба, покупают микрофоны там и так далее, и так далее, то тупо блокировать у них рекламу, потому что это как бы, ну, их заработок. Вот. А вот любой, интересно, отблок на ютубе блокирует или нет? Я вот просто, мне казалось, что он в основном на баннеры. Ну, я знал, что некоторые блокируют именно рекламу из видосов, но что-то это тоже совсем как-то жесть. Ну, не-не, там, видимо, какие-то несколько режимов, не знаю, тоже, опять же, напишите в комментариях, как вы нас блокируете. Мне сейчас сразу вспоминается роботизированная коробка передач, в которой можно на псевдо-ручной режим переключиться, вот так вперед просто переключать, а там роботизированный отблок, на котором можно переключаться и на некоторых сайтах включать все-таки. Да, на пятую сразу включить. Ну, давай, баннеры резалки, отличная тема, давай пойдем дальше, у нас про Roam.ru, точнее у нас с Roam.ru про Google, про Google и Smart TV. Просто вот я чуть-чуть вернусь, на Roam.ru он даже процент не разгласил, сказал, пошли вы нахрен, как бы это не очень этично, мне как-то, ну, есть, 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 нету, все, давай. Ну вот, следующая тема, выход Google на Smart TV, LG, именно на LG, перепугал онлайн кинотеатры, их цены оказались неконкурентоспособны. Некие, несколько онлайн кинотеатров, можно даже их не рекламировать, нет смысла, какие-то там кинотеатры, ТВ Завр и ОККО. Да, а ЭККО, интересно, почувствовали, перепугались они или нет? Не знаю. Они высказали свои опасения о том, что Google Play, который пришел уже на Smart TV и встраивается во многие телевизоры, распространяет свои фильмы, то есть, и продает их, например, и просто, типа, как в аренду, или как там, как это посмотреть-то, один раз посмотреть? Я сразу статью 228 хранение и распространение вспомню. Вот Google должен пройти по ней на LG. Что ты спросил? Ну, блин, не аренда, а как это фильм, когда один раз смотришь? На прокат, на прокат, на прокат. Да, вот на прокат, чтобы брать, эти все цены в Google Play ниже оказались, чем в онлайн-кинотеатрах, в наших российских. При том, что в Google Play нет никаких проблем, тебе ничего не надо, ты просто телек включил, зашел в Google Play и смотришь фильм за 60 рублей. Ну, это если у тебя LG Smart TV. Здесь хочется сразу узнать процент. Мы теперь процентами оперируем же в рубрике бизнес. А у нас это рубрика бизнес называется. Ну, вот тут есть некий процент про то, что у них может на 40-50% падение рынка привести у пацанов. А, ну вот это уже разговор. Обвалиться? Может обвалиться только так. Вот. Кстати, здесь даже написано цену на фильм «Голодные игры». Ух ты, оу, е. Да, через сервис Google Play можно посмотреть за 29 рублей. В ТВ Завру он стоит 99 рублей. Я что-то не думал, что так нравится. В iTunes даже дешевле. А я думал, в iTunes дороже всего. В iTunes по 69 есть фильмы. Я не знаю, что из «Голодных игр» может быть, а козырный фильмец. А «Головоломка» фильм предлагает за 69 рублей Google, а ТВ Завру за 200 рублей, за 199. Что за «Головоломка»? Это, по-моему, мультик все-таки. Это мультик. А, господи. Да, ну, короче, какие-то топовые фильмы, хотя «Голодные игры», я думал, топовые. Короче говоря, они перепугались, тем более, что LG умные телевизоры в 104 странах мира одновременно. Причем пишут, что это вторая по популярности платформа именно LG Electronics. То есть, грубо говоря, может быть, первая все-таки Samsung, мне так кажется. То есть, корейцы стопудово, они Smart TV начали внедрять, и вот у них это все пошло, от них это вся зараза, так скажем. И тут надо еще сказать, что раньше-то не кипишили, потому что этим всем Google занимался, и он продавал на Android, то есть на телефонах, также фильмы, но никто это не покупал, и рынка не было. А тут они вышли на телеке, короче, и ТВ Завр. Напрягли булки, я понял. Представляешь, если ТВ Завр вымрет? Представляешь, именно вот Елена, да. Елена Елесина? Елена Хлебникова, новый директор по контенту, именно она булки напрягла. Ну, я представляю. Еще бы знать, как она выглядит. Да, но согласен. Но надо эту тему было назвать «Ледниковый период» для ТВ Завра. Это первая, да, версия, страшно, метеорит упал, да, из-за чего ТВ Завры вымерли. Ну вот. Ну прикольно, прикольно. Тут, кстати, я тебе так скажу, сверху написано «Развитие событий». Google снижает цену подписки на музыку со 190 до 160 рублей. Емае. А знаешь, для чего? Ну-ка. Чтобы Apple Music 169, а тут 160. А знаешь, что я еще думаю? Я бы думал, что вот такие вещи, как ТВ Завр, который вымерет, смотрят все-таки на компах, а на телеках уже не разворачивают. А вот я тебе могу реальный случай жизни рассказать. У батей на заводе, чуваки, все напокупали смарт-ТВ, и все реально... Там у них Иви, я не знаю насчет ТВ Завра, но у них есть Иви, и есть люди, которые проплачивают реально. Я почему-то тоже, у нас как-то в Челябинске распространен Иви, я тоже только про Иви слышал. Да, мне кажется, он во всей стране в основном распространен. Ну, как бы, да. То есть вот 159 теперь Google Музыка. Так что факт остается фактом. Такое развитие событий. Google демпингом занимается на российском рынке. Что творят, а? Что творят? Для нас-то, для нищебродов. Следующая для нас, для нищебродов, Яндекс.Прогулки. Закрылись. Представляешь? Я буду просить до конца писать в комментариях вот про эти кинотеатры. Кто пользуется, кто чем пользуется. Кто что смотрит. Да, хотя бы какие фильмы, какие голодные игры. Может, там четвертый-четвертый сейчас в кино будет? Хрен его знает. Я тоже не знаю, я видел просто, когда на спектре был трейлер. Я видел, что, да, была реклама, но... В общем, Яндекс.Прогулки устроили сами себе голодные игры и закрылись из-за наступления холодов, представляешь? Холодные игры они себе устроили. А суть в чем? Суть в том, что Яндекс.Прогулки, это знаешь, что такое? Это, оказывается, не просто прогулки. Я почему-то думал, что это вообще тропинки и т.д. и т.п. Не-не-не, я-то знал, что это. Да, то есть это сервис, который показывает достопримечательности и интересные места в городе. Отвечая, мы рассказывали про него в этом подкасте, и в тот момент, я просто помню, я накатил первую бету девятой прошивки, iOS 9, первая бета, и на ней не работали прогулки. А, я, видимо, что-то другое накатил, потому что не помню. Нет, я тебя просил, и ты мне прям показывал, как выглядит. Ты там заходишь, и там достопримечательности. Ну, говори ты. Ну, так вот, сервис закрылся, он был потестен, типа, для того, чтобы летом погулять. То есть это, типа, сезонный сервис, сезонное приложение. Это, мне кажется, они отмазались еще так. Я согласен, да. Но они отмазались еще больше тем, что сказали, что они, в принципе, используют технологии, которые были сделаны в прогулках, поэтому, типа, все не зря. Ну, 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 да. Вот. Знаешь, что, короче, а вот мне просто интересно, я когда про это читал, вот ты же в Германии, когда ездил в каких-то самых крупных городах туристических, там вот есть на проезжей части, точнее, наоборот, на тротуаре, там есть такие отметки, типа, смотреть здесь, или там, идти туда, там, или полоса какая-нибудь, знаешь, какая-нибудь, типа... Мне вообще ничего. Вообще не бьет. Я просто знаю, я знаю в Якате, там, есть, допустим, какая-нибудь красная полоска, которая показывает туристический маршрут по достопримечательностям. И там синяя полоска, которая показывает, там, другой маршрут. Ну, это, видимо, Ройзман уже у себя в Екатеринбурге замутил такую хипстерскую штуковину. Это глава администрации, у которого все права отобрали, он мэром был, потом его перевели. Ну, короче, его выживают. Ну, не будем сейчас о политике. Были просто туристические тропы для хайкинга. Хайкинг по-русски, хождение по горам. Ну, то есть, когда вот с этими скандинавскими палками прям забираются на вершину, это хайкинг называется. Вот для этого есть трассы. Но они, слушай, они прям как у нас в национальных парках колор-коудами такими. Знаешь, идешь на дереве, хоп, метка там, красно-белая, как флаг Польши. Потом хоп, дальше на камни. Ну, и ты понимаешь, что ты по маршруту конкретному идешь. Вот только такое там было, а прям в городах не было никаких туристических маршрутов. Ну, понятно. Ну, в общем, прогулки накрылись медным тазом, теперь не погулять. Да. Неплохо. Там прям... Тут были комментарии искрометные на Роем или нет? А я не помню, честно говоря. И вообще, про это ли были комментарии? Ну, там было погуляли. Догулялись. Но не тут, не тут. По-моему, на Цукерберге на этом было. А, да. Там же источник Весеру рассказал. И там на Весеру есть... Ну, ладно, не будем заходить. Не-не, я зашел уже там. Проблема маркетинга у Яндекса в том, что пользователи узнают о проектах уже после их закрытия. Но вы-то, дорогие слушатели, знаете, что... Да, у нас с маркетингом все в порядке, поэтому вы знали об этом. Но тут очередной неизвестный проект Яндекса закрылся. Нагулялся. Полтора года разрабатывать сезонное приложение. Ну, тут... Причем 6 лайков этого коммента. Он такой, один из самых топовых. Так, ну все с бизнесом, наверное, мы сегодня заразали. Перейдем в рубрику разработка. И сразу же прям тоже, на самом деле, громкая новость. Меня прям в ушах звенит от нее. Новый вид репозитория в GitHub. Так. По центру все сделали. То есть, если ты помнишь, справа был сайдбар, в котором были код, issue, pull requests, пульсы, графы и так далее. Это было справа. Там же снизу было там скачать репозиторий в Zip и так далее. Теперь это наверх переместили. Мы с тобой здесь в этом же подкасте уже обсуждали, почему меню делают горизонтальные и вертикальные. Делают, если горизонтальные, потом весь контент тоже горизонтально воспринимается. Если делают вертикальные, весь контент вертикально воспринимается. Видимо, они решили, что если они сделают горизонтальное меню, во-первых, будет удобнее людям. по нему переходить, и я с ними соглашусь. То есть, как бы горизонтальные вкладки победили уже давно. Если бы была такая война форматов горизонтальных вкладок и вертикальных, то горизонтальные, мне кажется, в основном бы победили. Так. Так вот. И теперь весь сам контент по центру просто отцентрован. Простите за тавтологию, опять же. Никаких сайдбаров, прям как на Medium, хочется сразу сказать. Можно выбрать протокол, HTTP, HTTPS, SSH. Все, как клонировать, через что и так далее. И, естественно, у релизов, то есть у страницы релизов тоже новый вид. Он с сайдбаром, но там чуть-чуть переработали. Я прямо сейчас даже покажу на примере своего репозитория UWD Color Scheme. Это микроплагин для WordPress, чтобы добавить туда брендированные цвета и веб-дизайна. Так, ну-ка. Так вот. Я сейчас вот открыл. И здесь вот так вот вкладочки. Сверху коды. Issue. Ни одного issue нет. Хорошо работаем. Pull requests тоже нет, к сожалению. Wiki, Pulse, Graph и Settings. Это раньше здесь было справа. Я не знаю, можно ли как-то сейчас включить старый вид. Да мне кажется, давно пора надо было так перенести, потому что, ну... А я тебе скажу, чуть ли до... Были расширения на Chrome, которые переставляли все в GitHub, чтобы удобно было. Реально были. То есть, и что касается релизов, так, где они? Все у них настолько удобно, что я же забыл, где они. Вот релизы. И здесь вот... Черт. У меня не так почему-то, как у него на скрине. Где сайдбар? Где лейблы? У тебя, видимо, все в старом. У меня или наоборот. Или у него там был скрин на старый вариант. Не знаю. Короче говоря, переработали. Дизайн стал немного более флетовым, если это угодно. Чище, чище дизайн стал. Просто все понятнее стало. Блин, все так же. Осталось все белое, блин, на черном. Черное на белом. Ну, понятно. Ну, блин, мне больше нравится. Менее деревянно как-то это все выглядит. Так, окей. Сисострикс собирали дату... Дату. А, прям дату собирали. Ну, дату рождения. Информацию собирали. О читателях блога. Вообще по поводу того, в чем они разбираются и так далее. И Крис Койер прям приложил нам данные с этой формы. А дату собирали, в смысле, опрос? Не опрос. Ну, да. Да. Согласен. Да. Link to form. Короче говоря, 96% пользователей CSS Tricks. Я так думаю, что мы можем этот срез информации просто использовать, как стереотипные веб-разработчики. Вот веб-разработчики всего мира срез примерно такой же в процентном соотношении. Я думаю, будет. Угу. 95% интересуется HTML, 95 CSS, 88 JavaScript. Version Control 63. 59% производительностью. 58 CMS. Видимо, верстальщиков достаточно много. То есть, если взять 95, которые интересуются HTML, из них только 58 интересуются CMS. Значит, все остальные просто верстают. Я так понимаю. Так. И backend development 50. То есть, кто-то интересуется CMS, а backend не интересуется. То есть, вот есть такие люди. 8% из людей, которые интересуются CMS, они недопонимают, чем они именно интересуются. Не, ну на CSS 3x, да, надо полагать, что там-то все в основном, конечно, фронт-эндом интересуются. Ну и тем не менее, там много очень козырных статей про WordPress. Про JavaScript меньше. И даже те, которые есть, они про обычный, фронт-энд JavaScript, про ноду там нету сильно много статей. Про Angular тем более. Ну да, но про WordPress есть. You play with these things because... А! Причем мы-то заголовок не прочитали. Это кто с чем работает. Понял? Ну вот, то есть опять... А дальше кто чем в хобби увлекается. И здесь в хобби на 5-е место выходит SVG. И на 4-е визуальный дизайн. То есть для хобби много кто занимается CSS, JavaScript, HTML и дизайном, и SVG. А работает с ними почему-то очень мало людей. То есть на самом деле SVG уже настолько шагает по планете, что даже видос про SVG на нашем канале ему уже года 2. Хотя, как я тут сегодня про года считал, может быть ему уже и 3 года. Я точно не помню. Да, хотел сказать, напишите в комментариях, сколько ему лет, но это что-то уже нездоровый бред какой-то. Но тем не менее, может напишите. Так вот, и все еще люди не работают с SVG. По крайней мере, не указывают это. Видимо, работают, но увлекаются. Все еще пробуют. Это к вопросу о том, как быстро входит в обиход флексбокс и прочие штуковины. Не быстро. Многие еще даже не работают с ними. А кто-то уже хочет подсчитывать там. На каком уровне? В основном 47% считают, что они интермедиаты. 38 сеньоры и 14 джуниоры. Мне кажется, не скромничают, а врут. Особенно сеньоры. Сеньоры, ну да, потому что как-то мало джуниоров. Мне казалось, что CSS Tricks это... Там есть всякие сниппеты. Знаешь, как просто сделать там анимацию, чтобы в jQuery по гикорям скроллилось медленно. А тут все сеньоры оказались. Если у вас это был первый сайт, блин, CSS Tricks про CSS вообще и про веб-разработку, то, скорее всего, мы тогда были джуниоры. Ну, вот да. Может быть, конечно, все именно вместе с CSS Tricks все прокачались и стали суперумниками в этих делах. Не знаю. Но вот как-то так. Ну, я даже не знаю, много ли... Сколько в вашей команде? В основном все работают в команде от 2 до 5 человек. И от 26 до 100 человек. То есть, либо работают в мелких хипстерских конторках, либо в здоровых интерпрайз-конторах, либо одни. Just me. На самом деле, конечно, всех примерно поровну, но вот прям видно, что работают в основном энтузиастами по маленьким командам или уже встраиваются в крупную компанию, и все круто. В каком формате вы предпочитаете видеть? Вот это важно, информацию. Блог-пост. 85% людей до сих пор предпочитают читать блоговое направление информацию. Да, причем здесь, оказывается, можно было отвечать и по несколько вариантов ответа, то есть... Само собой. Да, то есть... Ну, тут не складывается в 100%, просто банально. Так вот, и видео, видео, то, на чем мы в e-web-дизайне привыкли делать ставку, всего 25%. Пора посты писать. Офигеть. Я прям ответственно это заявляю. Форумные ветки, ну, это смешно. Я даже не знаю, как бы... Q&A формат пейдж, это, я так понимаю, типа, тостер, стек, оверфлоу, а форум 41. Ну, ладно, у CSS Tricks есть там свой форум, видимо, там привыкли, потому что где еще на форумах разговаривать про веб-разработку, я так даже сходу и не скажу. Угу. Mostly read CSS Tricks в основном все с помощью RSS и с помощью гугления. Я вот с помощью RSS его читаю, то есть я давным-давно уже подписался и... Ну, так большинство, как мы видим. E-mail, newsletter всего 3%, но и этого можно было ожидать. Мало людей читают через социальные сети, кстати. То есть как-то я думал больше. Мне кажется, через социальные сети Медузу читают и всякую вот такую хреновую новостные ленты, но никак не узкоспециальные. Такая стабильная слишком штука, ее надо читать через стабильный RSS. Ну и в основном, какие CMS-ки вас интересуют? 41 пользователей в WordPress, 25% никакие. Просто none, именно крупными. Jekyll 8,5, Drupal всего около 5. Jekyll это статическая CMS для гитхабных страниц. Кстати, косвенно можно подумать, что те 58%, которые интересуются CMS-ками, но не интересуются бэкэндом, это Jekyll. Ну да. Потому что он рендерится на клиенте, все это там происходит. You work mostly in office, totally in office. Почему-то все работают в офисах. Хотя по 2-5 человек. Хотя я думал, что да, фрилансеры какие-то, но видимо, они, может быть, свой дом офисом называют. Может быть, кстати. Я, кстати, принимал участие в этом опросе. Так что моя информация здесь тоже где-то есть. Ну, я джуниор, естественно. Поэтому я как-то поскромничал. Ну ладно, переходим к следующей теме. Я выключил JavaScript на целую неделю, и это было просто прекрасно. Заголовок новости. Автор Клинт Финли. Блин. Автор Клинт Финли. В ролях. В ролях Брюс Алмайти. Рубрика «Бизнес», кто бы мог подумать. На «Wired» статья написана. Так. Так вот, здесь нам чувак рассказывает о том, что где-то там есть другой веб. Веб, который прямо находится, знаешь, где-то под поверхностью, который мы можем... Под поверхностью того веба, который мы привыкли серфить с телефонов, планшетов и лаптопов. Веб без реклам. Без бесконечных скролящих со страниц и без всяких надоедливых модальных окон, которые заставляют тебя что-то расшарить или подписаться на ньюслетр. Так вот, самое крутое, что вам даже не нужно специальное браузерное расширение, чтобы его использовать. Вам всего лишь нужно выключить JavaScript. Блин. Вау. Подожди, подожди, подожди. То есть, чувак нам предлагает как бы практически наркотики употреблять. Выключить JavaScript. Да, первый раз бесплатно причем. Просто выключите JavaScript и все. Здесь даже есть картиночка, где она там дальше. Опа. И там JavaScript выключается. Ну, это на iOS-инке он выключается. Но он предлагает его выключить везде. Он рассказывает, что JavaScript это вообще клиентский язык, который помогает нам в таких крутых прямо сингл-пейдж-аппликейчных, как Google Doc'и, например. То есть, там без JavaScript, естественно, вообще никак. Но JavaScript это также и полное говно, которое забыдливает и наполняет очень много в корыстных целях. Типа, там, опять же, реклама и так далее. И вот он написал, что он реально неделю не пользовался JavaScript. И, ну, несмотря на то, что кроме того, что все рекламы выключены, всякие скрипты, аналитики выключены, куки все равно работают с отключенным JavaScript. Если у вас там украли, где вы находитесь там и так далее, ну, нет, где вы находитесь, надо разрешить. Если украли какие-нибудь куки алиэкспрессовские или что-то еще, то все равно как бы это не очень. Но, да, выключение JavaScript это все равно круто. Так вот он рассказывает нам о том, что очевидно, что Netflix, например, не работает, YouTube не работает. Ну, то есть, HTML5 на YouTube, если Flash включить, то YouTube работает, но какой тогда смысл? Выключать JavaScript, но не выключать Flash. То есть, это смешно. На Facebook есть версия без JavaScript. Офигеть. Да, на Twitter тоже. Вот это никогда бы не узнали. А, нет, почему? Он просто... Это мобильная версия. То есть, MFacebook.com, она без JavaScript. То есть, он извращался еще по всякому. Не то, что извращался. Его прям... Если отключен JavaScript, Facebook редиректит на нее. Подожди, так тогда, может быть, и мобильный YouTube тоже можно было смотреть? Не знаю, не уверен. Но, мне кажется, он бы залез в эту... В эту дыру? В эту дыру, да. Так. В эту дыру, я бы даже сказал. Так вот, Twitter тоже работал, но не было счетчика этих символов. То есть, он не знал, сколько он там до 140 оставалось. Бедный, как при свечах. Да, согласен. Практически как в толкане. Представляю, как готовить вот это на газовой горелке, когда электричество отключили. Так. Ну, он пишет, что на Wired'е он мог смотреть статьи, но не мог писать комменты. И некоторые страницы почему-то не загружались. Не очень-то хорошая реклама их же сайту. Почему-то. Да. Но, он говорит, самое удивительное, что все просто работало в основном. Just worked. Прям как у Apple. Я не могу. Так вот, и говорит, в основном-то работало даже лучше. Страницы загружались молниеносно. Батарейка лаптопа практически не садилась. Не было никаких distraction'ов, как по-русски. Отвлекающих вещей. Все прям, все круто. Никаких всплывающих. Расшарьте здесь, а еще почитайте это, а теперь пошлите сюда и так далее. Ну, и он, да, он говорит, что куки все равно оставались там и так далее. Он говорит, если вдруг мне нужно было, вот прям край, как нужно было что-то джаваскриптовое, я просто открывал Chrome и все. Ну, надо понимать, Safari он пользуется все-таки. Мне напоминает мой экспириенс, когда в 2011 году, когда купил себе первый Mac, я перестал пользоваться флэшем. Я отключил его в Safari. Если вдруг мне край надо было что-то флэшевое, я заходил через Chrome. Тогда еще не все видосы на YouTube поддерживали HTML5 плеер. И прям реально, знаешь, типа вевовских видосов, которые там со всяким встроенным дерьмом, и мне надо было в Chrome именно смотреть какие-нибудь клипы Бритни Спирс. А мы их смотрели в 2011. Естественно, и Леди Гаги, да. Вот я это открыл, вот он то же самое делал, и, блин, он предпочитает думать, что это круто. Дальше он, конечно, ударяется во всякий бред, фонды, фри джаваскрипт, бла-бла-бла, давайте сделаем, чтобы никто не бодлил джаваскрипт, там, ну, всякая хреновина. Звидетели джаваскриптовые. Да, он даже вон на кикстартере на что-то собирает бабки, чтобы разработали плагин, который отключает лишние плагины. Ну, то есть мы понимаем, что это ненормально, когда он, в общем, сошел с ума за неделю. Да, скорее всего, у него там повернулось что-то и так далее. Но я, говорит, я, конечно, пару раз включал в неделю джаваскрипт назад. Вот уже. Да, но, типа, вообще-то это круто, попробуйте. Я вот прям даже всем то, что это, я с завтрашнего дня сам так попробую. Мне интересно, правда. Ну, ну да. Но вы тоже напишите, если попробуете, может быть, у вас эксперимент уже идет. Может быть, вы уже пробовали. Может быть, вы тоже уже сошли с ума, бабки в фонды занесли какие-нибудь просто, и все. Давай, переходим к новостям социальных сетей. У нас так следующий блок называется. Про социальные сети. Новый Google+, мы немножко уже прошлись по Google+, по кнопочке, и там был, кстати, скриншот с нового Google+. И вот здесь есть коротенькая статья от самого Google на official блоге ихнем, ихнем, что они немного переделали вид, хотя, как немного, он достаточно сильно переделали, и обратили внимание на несколько вещей, которыми все сильно пользуются, на вот этой communities и на collections. Я, блин, если бы каждый день сидел на Google+, напишите в комментариях, если вы каждый день сидите на Google+, я бы знал, насколько это очень важные вещи, вот эти комьюнити, то есть сообщества, в которых вы состоите, как я понимаю, да. и вот эта вторая штука, я, блин, даже не понимаю, что она делает, эти коллекции, которые можно создавать. Как на Пинтересте, на Пинтересте ты борды создаешь, которые могут люди фоловить и их смотреть. Ну да, топить, я понял. Ну, стены, грубо говоря, то есть... Да, вот они поняли, что эти штуки очень сильно используются, и на них обратили внимание. И, к сожалению, выключили другие штуки. Выключили другие штуки. Ну, ты, Сань, можешь, в принципе, открыть профиль, Я открыл, я открыл профиль веб-дизайна, да. Да, вот в профиле веб-дизайна есть те, кто плюсанул. Для этого надо сильно извратиться, чтобы посмотреть, кто вообще плюсанул. Сначала просто нажать, а потом нажать «Посмотреть действие». Там будет всплывающее окно, без JavaScript работать, наверное, оно не будет. Скорее всего, нет, если вы отключите, да. И там уже внутри вы можете перейти к чуваку, который плюсанул. Что мне всегда нравилось в Google+, их вот в этой вот, в этой системе разбивания на круги, то, что я мог просто навести на пользователя, и мне всплывало хреновина, в котором он у меня круге находится, добавить его в другой круг, там, и так далее. Теперь нет, теперь мне надо фактически перейти к нему на страницу. Я не знаю, зачем это сделали, это же кто-то профессионал этим занимается. Возникают вопросы, слушай, теперь после этого, вот круги 2 я могу здесь добавить. Тут все теперь, конечно, по материал-дизайну, когда я жму на круги, там такие круги по воде идут, ну, чисто юзер-интерфейсные. И можно добавить в разные круги, но, блин, это полное говно. Ну, кстати, да, очень сильно все максимально сделано по материал-дизайну, хотя и раньше, по-моему, не отступали. Ну, нет, раньше так было, так себе, да. Рассказывать, что еще мне очень не понравилось. Вот, допустим, я хочу что-то опубликовать. Так. Как мне выбрать, как, раньше я мог, как делать, публиковать в паблик, и кроме паблика, публиковать в каких-то еще кругах. А теперь, теперь, у меня есть только вариант паблик, и после этого, как мне добавить к паблику еще какие-то круги, непонятно, потому что здесь есть сообщество. А, ну вот, вот есть какие-то круги, сейчас я попробую. Нет, можно же это паблик, у тебя выпадает. И вот у меня... Вот, и у меня остались только круги, а паблика нет. И будет так, что эта запись ограничена только для этих двух кругов, и другие люди не смогут случайно на нее набрести и плюсануть. Ну, блин. А в старом Google+, я прямо сейчас не поленюсь вернуться к стандартному интерфейсу, нажму, и вот я пишу, что у вас нового. Я жму бла-бла-бла, и тут у меня паблик выделяется как отдельный круг. То есть есть круги синенькие, а паблик зелененький. А там нельзя. Если ты выбрал круги, то зелененький убрался. То есть вот эти маленькие функциональности очень нужны. Они именно нужны для того, чтобы доставать людей из своих кругов. Я теперь могу либо доставать людей из своих кругов, либо всех. Понимаешь? И вот интересно, интересно. По-моему, это вместе с создателями интерфейса Pip-Boy из Fallout. Они объединились. У них коллаборация, опять же, была как у Паула Иборовски и Томаса Хальме Мяснисна. Когда она уже была 18-летняя. Да. Я до последнего буду пользоваться стандартным интерфейсом. Пошли не нахрен. Может быть, к тому моменту они добавят функциональность. Да. Ну, примерно, как Яндекс.Метрикой старают уже пользоваться. Да, да. Тоже я и до последнего пользуюсь. Но потом, к новой метрике я хотя бы привык. К новому Google Plus привыкнуть не могу. Потому что в новой метрике все то же самое, просто по-другому выглядит. А тут-то не то же самое. Мы функционал урезали. Ладно, добавили свой материальный издательный. Хрен бы с ним. Работать невозможно. Дальше про Google у нас. Следующая новость. Google меняет поиск для планшетов. То есть, для планшетов делает вообще отдельный Google поиск. Хотя он, конечно, его нельзя назвать отдельным. Вот у нас есть статья. И можно смотреть на скринах, что, в принципе, выглядит как Google поиск, как обычно, да. Но он все-таки подстраивается больше под ваш планшет. Выглядит по себе. Смотри, вот этот корявый градиент. Худший градиент вообще просто. Как будто я на Windows 98. Зачем выбрали такой день, в который... Вот. Мне нравится, что некоторые функциональные вот эти сниппеты, которые типа карты, типа... типа не карты, они все так подстраиваются под планшет, чтобы сразу можно было удобно смотреть. Особенно карты вообще бесит, когда ты начинаешь на телефоне там пальчиками разбегать. Да, особенно ты начинаешь случайно скроллить и скроллишь карту, а не всю страницу. Ой, да, да. Все начинается, досвидос. Нет, здесь я так думаю, они прям над этим поработали. Тут вот даже кнопки directions и website на карте, они прям здоровые, прям под палец. То есть ты хоп и тыкнул. То есть, ну, молодцы. Вот тут другие люди уже видно, что работали над интерфейсом. Да, тут, видимо, другое отделение занимается. Google+, там какие-то хипстеры, а тут все-таки проверенные старые дядьки, которые... Google+, это Bethesda, мы уже разобрались, кто там интерфейсы проектирует. Да, извиняюсь. Третья тема Twitter меняет UX. Мне так нравится вот это их featured image, где у птички клювик крестиком задело. Да, они прикольные. Прям вот молодцы. Веб-дизайнер депо, прям я вам должное отдаю. Так вот, Twitter kills off social proof. То есть, Twitter теперь никак нам не помогает с тем, чтобы сказать, чувак, а у меня сто раз твитнули мой пост, я настолько круче тебя, что, блин, у тебя всего 99 раз, а у меня 100. Да, вот здесь, кстати, на веб-дизайнер депо же в хедерной вот этой штуке есть лайк фейсбучный с каунтером, а в твиттере каунтера нет. Ты скажи фактуру, твиттер убрал каунтер у кнопки твит. Да, да, я вот к этому-то и веду, что теперь вы можете, вы можете вот у фейсбука спокойно видеть, сколько раз поделились вашей записью, а у твиттера нисколько не можете видеть. Причем, то есть, в статье, конечно, написано, что это, блин, была крутая штука, на нее можно было ориентироваться, как-то смотреть, сколько раз затвитили, самому твитить. Это, в принципе, и заставляет людей твитить, когда много раз. Да, когда люди видят, что твитну один раз, как-то не хочется быть вторым. А когда 103, то хочется быть 104, почему бы и нет. Не стремно, да, да, не проблема. Вот, а сейчас ты как бы ты твитнул, ты не твитнул, ты куда это все, кто еще сделал, в общем, ну как, ну, в общем, убрали эту штуку, объясняют тем, сами твиттер, что этот каунтер, он не везде нормально работал адекватно, во-первых, визуально неправильно отображался, и самое главное, что он цифры мог разные показывать на разных ресурсах, то есть, в зависимости от того, кто как твитит, там, видимо, не доскеливалось, я не знаю, как там это было, но и данные неправильные были, и выглядело неправильно, и то, и то. Опять же, аксиома из Ковара. Да, и твиттер сами, конечно, согласны с тем, что функционал крутой, как бы, не зря это придумано, и фейсбук это использует, и все это используют, тоже вконтакте используют, вот, они согласны с этим, но они будут еще пересматривать, перепродумывать эту штуку, и, наверное, вернут, я думаю. Ну, вот я прям прямую их цитату смотрю, я сейчас попробую перезагрузить страницу, помнишь, у меня иногда твиты, как цитаты показываются, но нет, здесь все-таки цитата, да, вот эта, the choice is how to deprecate. Да. Они говорят, мы думаем, либо вообще убрать фичу, либо переработать в более современном этом, но переработка имеет свою стоимость, то есть ее, ну, как бы, нужно делать, и это замедлит нашу работу над другими проектами. Я, в свою очередь, думаю, они вот эти лайки переделали, и они сейчас переписывают алгоритм, чтобы только лайки отображались, вот на этой хреновине. Могут, могут. Мне кажется, это просто, ну, иначе это тупое очень совпадение, сделали лайки и убрали каунтер. А до этого каунтер был, то ли твиты, то ли все сразу, то ли не пойми как, то есть к твоим вопросам о том, не доскейливаясь или как, непонятно. Ну да. Ну что, про WordPress поговорим? Да, пора. У нас прям есть одна очень жаркая тема, мы к ней будем подходить, прям вот накалять атмосферу, прям по пути к ней, обжигаться будем. Не, мы пытаться как-то, вот, все вокруг да около ходить, и в конце прям про нее. Так. В общем, начнем с того, что около половины всех плагинов, то есть представь, сейчас у нас в репозитории, а именно у нас в репозитории, в репозитории WordPress плагинов, там порядка многих миллионов плагинов, вот половина из них не обновлялась более двух лет. Это, что, Роскомнадзор провел индексацию? Не знаю кто, 15% украинских, ой, украинских, что-то я все уже, турецких продуктов оказалось, все, что проставляется, 15% оказалось дерьмом. Ну, это знаешь, я вот, ну да. Так. 22 тысячи, оказывается, плагинов, на самом деле. Не много миллионов, как я думал, здесь есть цифры. Нормально. Да. Короче говоря, Джефф пытается понять, что ж такое-то. Первое, ну, либо, этот, производитель, разработчик выдохся и решил делать что-то другое. Либо плагину просто не нужно, апдейт. Вот, например, есть плагин, WordPress, нет, WordPress импортер обновлялся. Resize, а, Force Regenerate Thumbnails. Вот, точно, плагин, который мы ставим, когда мы, допустим, сделали в темке поддержку нового вида миниатюра через ADD Image Size. Нам нужно перегенерировать, чтобы у всех существующих миниатюр добавился вот этот размерчик новый. Мы ставим этот плагин, жмем кнопку, он перегенерирует все заново. Ну, так вот, он не обновлялся тоже уже много лет, но он работает, блин. Его и не надо обновлять. То есть, не все плагины, которые здесь не обновлялись много лет, они заброшены. Нет, в саппорт ветках по-прежнему авторы отвечают на некоторые из них, просто, ну, плагину не нужен апдейт. Ну, то есть, как хороший системный администратор, он ничего не должен делать. Да, и как французский аэропорт на Windows 3.11 все еще должен работать, пользуясь случаем отсылочку к предыдущему эпизоду нашего подкаста. Lack of donation. Слишком мало донатит. Это вот тебе по твоей сфере должно быть прям понятно. Вот они эти сволочи, которые мало донатят. Да. Из-за них все и рушится. Support is too much of a burden. Слишком большое бремя поддерживать такой плагин. Ну, то есть, опять же, мало донатят, короче говоря. Это одна и та же тема. И пятая, no time, то есть, мало донатят. Короче говоря, ну. Ну, не, на самом деле, это все об одном. То есть, если бы платили за этот плагин деньги, и как-то можно было его монетизировать все больше и больше, конечно, его бы развивали. Да. То есть, ну, вот так вот. Я к тому хочу сказать, что у нас на канале есть ролик о том, какие популярные плагины мы рекомендуем. Посмотрите обязательно его здесь, ссылка где-нибудь в описании. Нам надо ролик записать, как нам донатить. Да, надо тоже такое сделать. И вместо трейлера его повесить прям на канал. И нормально будет вообще. Да, посмотрим. Следующая тема, это 2 или 3 декабря релиз WordPress 4.4, то есть, прямо на этой неделе уже. Нам надо заново как-то осветить, что в нем будет. Ну-ка. Как вы здесь видите, уже в самой прям новости Field Guide to Major Features in WordPress 4.4 есть сниппет встроенного этого, поста, который встроен. То есть, через OMB. Здесь, правда, большое такое пустое место после него, там с отступами какая-то беда. Но мы не будем на этом останавливаться. Короче, можно посты теперь встраивать вот так вот. Но, естественно, те, на которых джетпак установлен. Сам понимаешь, без него никак. Блин, то есть, и там, и там. А, или хотя бы у тебя должен быть джетпак. Нет, хотя бы у них. Именно с них должно прилетать. Хотя, честно сказать, я здесь не берусь утверждать. Ну ладно. Ты меня сам запутал. Допустим, допустим. Ну и здесь новость непосредственно с make.wordpress.org. То есть, во-первых, embeddable. Эти штуки. Так. Я сейчас просто хотел сказать, что на папе или на маме должен быть джетпак установлен. Судя по всему, нигде. Я вот сейчас читаю, нигде не должен быть установлен джетпак. Можно установить плагин к себе. Допустим, вот к нам на Europe Design Room, чтобы наши посты встраивать не могли. О, охренеть. Да, то есть, прям, чтобы не было вот этого вот, а чтобы ссылочками оставалось. Так. Даже, надо будет попробовать установить. хо, 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 можете ничего. Да, хоть не очень-то и хотелось. Пишите в комментариях, если вам не очень-то и хотелось встраивать наши посты. REST API наконец-то начнут версию 1 встраивать. Угу, REST in piece API. Да, то есть, можно будет запрашивать посты, управлять сайтами, чуть-чуть вот этот open-source REST API входит в наши дома. Здесь я точно могу сказать, что в Jetpack есть уже свой REST API, он там JSON API у них называется, и он-то полноценный, то есть, с ним все по-другому, с ним все хорошо. Угу. Responsive image insertion. Мы с тобой говорили о том, как это будет сделано. через атрибут sizes, SRC set, будут все имиджи, разные миниатюрки встроены для разных экранов. То есть, до телефона Сузи, он хоп, миниатюрку показывает 150 на 150. Кстати, сколько будет? Ха-ха-ха. WP title, deprecation decisions. Они хотели убрать сначала WP title и так далее. И его все-таки решили вернуть 12 ноября. но тем не менее оставляют нужду использовать да, малую. ADD theme support title tag на будущее. Они будут имплементировать все-таки, чтобы по понтовому. И вот надо будет сделать ADD theme support title tag и тогда все будет очень по понтовому прям прописываться. Сейчас по понтовому. Сейчас тетенька с фейсбука должна написать вы давайте мне говорите по-русски. Да, да, согласен. Помню, есть у нас там комментаторы, которые говорят, что слишком много сленга и фразеологизмов мы используем. Ну мы по понтовому их используем. Согласен. Так, Term, Taxonomy, Tranquility. Короче говоря, кроме раньше мы могли запрашивать Term, Term. Term это Boneymakers, Term. Да, но элементы таксономий мы могли запрашивать через Get Terms. Теперь у нас будет класс VP Term, через который можно будет очень козырно их запрашивать там с разными вариантами и так далее. Короче говоря, на объекты и классы переходим даже и в этом. То есть VP Query был изначально, там был VP Tags Query, VP Meta Query, а теперь VP Term добавили. Кроме этого, Multisite Momentum, класс VP Network, то есть опять же все в классы уходит, перерабатывают, между прочим, кодовую базу, то есть все время бы длили, что WordPress захряс, закостенел, а нет, переписывают очень многие части ядра на классы, чтобы удобнее было. Так мы сейчас узнаем, как он закостенел, там дальше тема-то будет. Да, да, мы обжигаемся, видишь, все еще о ней. Да, да, да. 2016 тема будет еще, естественно, про нее тоже, да. Будем посмотреть, когда она выйдет, непосредственно точно будет обзор. Вообще, я уже много обзоров наобещал, но как-то все вот не складывается, некогда, слишком много работы. А ты запоминаешь хоть какие наобещал? Да, да, у меня в Trello целый борт, и там порядка 30 обзоров уже накопилось, которые надо записать, так что работаем, ребят. Все, мы перешли к той самой теме, хотя нет, мы чуть-чуть еще вокруг да около. Automatics сделали десктопное приложение WordPress для Mac. Выглядит полностью как админка WordPress.com. То есть там дашборд, я пользуюсь случаем, сейчас скажу, что у нас на канале есть обзор на Jetpack, и там есть как раз вот эта статистика и дашборд WordPress.com обязательно его посмотрите. Вот здесь такой же в десктопном приложении просто есть. Я вижу, да. И там как раз Джефф, он опять вот этот график с тем, что половина постов, половина плагинов не обновлялись два года, он свои статьи там просто смотрит. То есть вот тут, ну я это прям наглядно в том видосе показывал, можно и статистику смотреть. Это работает только если у вас есть Jetpack. И на папе, и на маме. Везде. Ну слушай, WordPress.com, блин, он всегда так выглядел, и уже сто лет так выглядит. Да, и теперь они его опенсорснули. Как раз мы к новости-то переходим. И да, то есть Калипсо теперь называется вот этот дашборд, он написан на React, кстати говоря. Опа. Никакого PHP в этом дашборде, все на API написано на JSON-овском, все прилетает, и все React там расставляется здесь. То есть вот он, JavaScript шагает в мир WordPress, но тем не менее, хорошо это или плохо, пишите в комментариях, нравится вам Калипсо или нет, попробовали вы ее уже или нет, решили ли вы, я даже по-другому перефразирую, поставили ли вы ради этого Jetpack, потому что без него это не будет работать стопудово. Ну, кстати, да. Я вот, для меня это главная причина, почему я бы это в продакшене нигде не использовал, потому что это, ну, досвидос. Вообще, да, маковское приложение это и есть Калипсо. Откуда мы об этом узнали? Нам предложили эту новость на Roam.ru. Офигеть. На WordPress на Roam.ru. Да, вот так вот. Причем, на Roam.ru, чтобы ты понимал, есть некоторые новости, которые именно на Roam.ru точка, на Roam.ru slash feedback присылают пользователи. И многие из которых мы с тобой обсуждаем, это пользовательские новости, на самом деле. Но они проходят при модерации, но тем не менее. А вот это вот, WordPress перезапустил админку с нуля, сменив PHP на JavaScript, это прям редакция писала. То есть, Roam.ru, я, если не ошибаюсь, сам Roam.ru на WordPress сделал. Офигеть. Ну, а почему бы и нет? Ну да. Среди важных изменений в большом обновлении под названием Calypso. Код переписан полностью с PHP на JavaScript с использованием библиотек Node.js и React. А Node.js это библиотека у нас теперь. Небольшая. Да, небольшая. Платформа полностью базируется на открытых API. Адаптивный дизайн для всех устройств и размеров экрана. Панель управления сразу для нескольких сайтов из одной админки. Ну, мультисайт здесь же есть просто в этом же дашборде. Mullenweg обещает повышение скорости работы и упрощения дизайна. Год назад уже они об этом говорили. На WordPress.com она уже очень давно работает. На 1 апреля в этот раз шутили, что весь WordPress перепишут на Node.js. Видимо, не зря шутили. Прощупывали, как аудитория простите, отреагирует. Подожди, это все замечательно, но сейчас спросят нас, а как я могу себе поставить, чтобы у меня все на Node.js сейчас было прям. Пользователи, которые используют WordPress на собственном хостинге, могут перейти на Калипсо с помощью специального плагина Jetpack. То есть, в самом Jetpack'е можно будет ее включить, и у вас дашборд станет таким. Или через десктопное приложение, о котором мы говорили чуть ранее. Я хипстер на WordPress.com, у меня блог, то там уже... У тебя уже полгода это будет все. Реально очень давно они там это уже включили. Ну, понятно. Ну, у тебя там мультисайт, хотя мультисайт там тоже есть, ты же можешь между блогами там переключаться, так что все так и есть. The story behind the new wordpress.com На developer.wordpress.com есть целая статья. Я приложу ее в описании, мы сейчас не будем ее обсуждать, потому что это долго. Там прям написали, как делали вообще. То есть, почему вот на этой странице именно толковой вариант виджетов сделали там и так далее. То есть, вообще они писали о том, что из-за того, что они ее на GitHub'е прям разрабатывают, они наконец-то какой-то проект они перенесли с SVN'а на GitHub, на другую систему контроля версии. То есть, они пытаются прям как-то идти в ногу со временем. Хотя GitHub уже очень давно популярен, но тем не менее. В общем, они пишут о том, как прикольно было разрабатывать калипсы здесь, счастливые лица, фотографии, как там хэнгаутс, беседы, сколько там 5 на 5, 25 человек одновременно базарили там, давайте ты делаешь это, ты делаешь то там и так далее. Короче говоря, они прям сильно радуются, что они это сделали и опенсорснули. Прям блин, но работают мужики. Ну, монетизируют. Может быть, потом будет платный калипс, в котором можно будет там еще платный WordPress, премиум подписка и так далее. То есть, ну, теперь еще чуть-чуть назад к обычным новостям. Мы на кульминации поймали. Нельзя в конце в самом деле делать самую крутую новость. Надо как-то, чтобы горка была небольшая, расслабить аудиторию. Каунтер в репозитории тем, тоже редизайн, или как и в плагинах, показывает не количество скачиваний, а количество активных установок. Помнишь, мы с тобой рассматривали новость, где они уличили некоторые темы в том, что механически накручивают скачки. Да, 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 да. Вот теперь не получится. Теперь главная метрика это количество активных установок, и тут ты уже не обманешь никого. Хотя, все равно можно обмануть. Но, то же самое с плагинами. С плагинами давно уже это сделали, теперь сделали то же самое с темами. Ну и, кстати, здесь сразу развлечемся. Самая популярная тема 2015, больше миллиона установок. На втором месте 2014, 800 тысяч установок. На третьем месте 2012, 500 тысяч установок. 2011, тоже 500 тысяч, 2010, 300 тысяч, 2013, 300 тысяч. 2013, полное говно, я согласен, ты прям про вау. Если помнишь, там по дефолту такие оранжевые круги были, и по центру одна колоночка, ужасная тема, хотя 2115 тоже полное говно. Но она как-то более или менее понравилась. Помнишь, черно-зеленая, такая журнального типа. Слушай, 2015, то есть, ну да, здесь... 2015 хорошая, она просто реально хорошая. конечно. Ну 2012, это классика соблазнительная, как и 11 и 10, это прям ностальгия, сразу институт, первые работы. Это, блин, как музей автомобиля уже смотреть, только на эти темы. Ну да, да, хотя код у них, конечно, как музыка, что там говорить. Ну и все, вот, есть такой лендинг, developer.wordpress.com slash calypso, newwordpress.com, можете смотреть на гитхабе, скачивать mac app, а можете устанавливать себе житпэк и смотреть непосредственно из него, то есть, реалтайм, все круто, адаптивно, можете поучаствовать в разработке, бла-бла-бла, джаваскрипт, реакт, ура, посмотрите видос. Перейдем к корпорации, мне нравится, как ты назвал блок корпорации. Но он вроде не бизнес, тут новости из мира крупных таких компаний, так ни к бизнесу, ни к разработке не имеет отношения никакого, вот пусть будут новости корпорации. Акулы еще у бизнеса. Акулы, да, да. Так вот, первая тема у нас про винду, которая исполнится 30 лет на Медне, то бишь, 19 ноября. Такое громкое событие вообще, в принципе, во всем мире, можно так назвать. Потому что 30 лет назад во всем айтишном мире. Я сейчас думал, чьи корпорации, айти корпорации, мы же все-таки про айти, то есть про икей, то мы тут не рассказываем. А зря. Или про кока-колу. А зря. Ну не, на самом деле, не только айти, конечно, это всех коснулось винда, но в принципе уже везде, как мы поняли, даже в аэропортах или в аэропортах Франции, да, все еще 3.11, конечно, но тем не менее. Так вот, 30 лет назад вышла Windows 1.0 и... Заметь, не 19-го, а 20-го, а не новости за один день до опубликования. А, не чтобы немного сволочь. Похайпить. Да. Да, Windows 1.0, ты, говоришь, щупал. Не, я 3.11 только еще, 1.0, упаси Господь. Ну да, потому что она работала с двумя флоппи-диск, с двух флоппи-дискет, то есть, я не понял, она запускалась с двух флоппи-дискет или? Устанавливалась. Устанавливалась с двух флоппи-дискет. Ты как, ну чё, неужели с двумя прям дисковые? Я думаю, устанавливалась с двух. Ну да, 256 килобайт оперативки, я так понимаю, она... Или все-таки это... Она занималась только. Не, я думаю, 256 килобайт оперативки все-таки. Memory. И график карт. Да, да, потому что там вот написано... Если несколько программ надо, вот, она была 500 диск, 500 килобайт, 512 килобайт памяти. Ну, кстати, график карт, мне кажется, блин, процессор. Нет, сначала были просто график карт, а потом были 3D ускорители, типа 3DFX, которые уже для Doom 2 нужны были. Именно 3D ускорители, это уже прям вообще козырные, еще одни железки были. Ну и вот, здесь вся статья о ностальгии, в принципе, как все развивалось. Здесь есть несколько видео с развитием. Здесь есть даже скрины интерфейсов, прям можно проскролить пошагово все интерфейсы, как они менялись, посмотреть, как от 1.0 мы превратились в 10.0. Мне прям даже вот нравятся эти скрины. Есть у них что-то такое. Как мы с тобой смотрели... Смотрели скрины маков. Помнишь, тоже недавно была у нас новость история macOS? Особенно вот эти переходы от 95-98 к 2000-й к вести. Сердце замирает, согласен. Прям вообще... К XP, прям оно. Здесь есть классное видео Стива Балмера, когда он еще молодой, в 86-м году. Очень прикольно. Видео посмотрите, даже не будет. Да, посмотрите. Прям, прям... Вот реально, люди умели рекламировать, сейчас уже так не рекламируют. Нет, сейчас так только пылесосы, мне кажется, уже продают. И всякие, знаешь, ненужные в телемагазине пять новых сковородок там и так далее. Но тогда в 86-м как раз это и было как пылесос. Он впаривал практически в Windows. Согласен, да. Со слезами с потом и вот дофаривался до Windows 10, который мы сейчас имеем. Сейчас Стив Балмер, он же кто-то в Windows? Он был гендиректором, а теперь, кстати, я гендиректор. Ну, Балмер, я думаю, там остался в этом, в совете директоров. Ему сейчас уже место как президента отделили, чтобы он такой уже пил там. Ну да, согласен. У него уже период дожития. Знаешь, как вот называется период, когда на пенсию выходят люди до смерти? Он называется период дожития. Вот у него период дожития уже идет. Ну и там есть одна вот эта в самом начале уникальная фотка, где сам Билл Гейтс в больших, огромных очках. Заметь, у него стерео-петля, то есть два микрофона. Да. Уже тогда в стерео его писали. У него, да. Сейчас только Обаму с Путиным пишут, а его уже тоже тогда писали. Ну и он вот, я так понимаю, с коробкой винды или это учебник? Я думаю, коробка все-таки. Да, коробка винды и, в общем, счастливый. Я прям смотрю, с корены у меня сердце крови вливается. Все же я их пробовал, начиная с 3.11. Все прям вот через мои руки прошло. Поганые. Да. Следующая классная тема, она не менее классная, чем про винду, на самом деле. Тоже про корпорацию, но про нашу российскую корпорацию. А у нас есть такие, да? Называется Ростелеком. Тема звучит так. Ростелеком запустил свой Steam. Опять же, на Медне. 24 ноября. Ростелеком представил свой игровой портал games.rt.ru. Да, это типа интернет-магазин игр. В нем можно покупать, ну, в принципе, ты зашел в него в саму или в темку пока смотришь? Я в темку зашел. Мне просто нравится меню. Большие простые магазин. Большие простые магазин. И как будто кто-то переводил. Да, да, да. Как будто компания, которая выиграла тендер, Эназа. Да. Она просто перевод заказала какого-нибудь Uplay. По дизайну просто на Ubisoft-овский магазин немного похоже. Да, кстати, ссылается просто. Короче, здесь можно купить многие игры популярные. Здесь можно купить много российских игр. Кстати, если в большие ты нажмешь, если ты, в принципе, перейдешь на сайт. Я прямо сейчас сделаю это. У них, во-первых, сайт... Нажал большие. Нажал большие. У них, во-первых, сайт не адаптивный, нифига. Но есть мобильная версия, и об этом мы поговорим. Работает, в принципе, довольно-таки шустренько. Шустро работает, да, здесь все красиво. В больших какое-то говно, трейдцарствие. В больших наши российские ребята, то есть все, кто Mail.ru, там, Warface, вот это Mail.ru, я точно знаю. Потом, ну, короче, покеры всякие, ну, трейдцарствие с титьками. Ну, короче, наши русские чуваки, которые заказали, скорее всего. А если популярные игры, перейдем. А такая же фигня. Короче... Я когда в это зашел, я понял, что, скорее всего, вся платформа будет только для русских игр. Тут есть, как бы, много игр, которые, типа, Fallout, и, типа... Они использовали самую классическую отмазку всех чуваков. Есть значок бета. Есть значок бета. Поэтому сейчас, может, все, чего угодно, деньги могут списываться, вам не давать игры. Ну, бета, чуваки, потерпите. Да, так вот, большие простые магазины. Вот в магазине, там, там игры, которые издаются по всему миру. Вот. А в большие простые, там все-таки наши игры русские. А в большие простые случайно бесплатно не дают? Ну, кстати... А то просто магазин как-то... Ну, кстати, да. Кстати, слушай, я вот сейчас начинаю понимать, что... Да, конечно, я на всех на них навожу, и они бесплатно написаны. Что да, что в магазине там можно купить, а в больших простых можно сразу играть. Там просто донат, как бы. Да-да-да, я понял. И видишь, в основном-то, видимо, эта площадка нужна для продвижения вот таких донатных игр там и так далее. Понятно. Короче, микротранзакции и все такое. Смотри, в чем суть? Сейчас расскажем, что в принципе и в Steam там, и в другие площадки можно начинающим инди-игрокам заходить. Также и Ростелеком. Еще перебью на секунду. Мы с тобой вот до этого рассуждали, а как вот будет со Steam ключи или не ключи? При наведении на игры, вот, например, на Deus Ex я наружу, там есть типа Action и Steam. То есть там дают ключ на Steam. А вот в Trackmania Turbo гонки Uplay, там дают ключ в Uplay. Ну, то есть это в принципе перепродажа ключей. То есть есть интеграция, да, и перепродажа ключей. Все, продолжай. Получается, здесь вообще полная перепродажа ключей. Я не знаю насчет World of Warcraft. Почему-то нету категории Battle.net. Но без Battle.net он точно работать не будет, поэтому я думаю, это как бы даже вопросов не вызывает. А потому что здесь оформят перед заказ, они еще не парились. А, понятно, они не расставили все еще. Все, понял. Так, окей. А смотри, StarCraft, ну-ка. Я StarCraft нажму. Ну-ка купить. Так, ну ладно, оплатим. Ну ты давай купи еще теперь и проверь. Ну, скорее всего, ключ прилетит в StarCraft. Потом ты введешь в Battle.net ключ, я думаю. Пишите в комментариях, если вам прилетел ключ. Вот в GTA 5 почему-то нет Steam. Может быть там... А, там вот что наводится. Внимание, ключ не активируется Steam. Понял? Это только для Rockstar Games, видимо. Rockstar Social Club. Вот купишь такое, потом вот огребешь проблем. Вот будешь там в Rockstar Games и в этом копаться. Я согласен. Вообще, это вот... Это просто беда. Опасная хрена. Зато тут седьмые герои со скидкой 40%, а в Steam нет. Сами Ростелеком, причем, напирают на то, что у них есть хорошая, удобная мобильная версия. Ты прямо ее можешь на десктопе включить, если ты... Через M? А, нет, я не могу. У меня подгрузка Аяксовая идет. Ну ты зайди где... Мне надо было JavaScript перед этим отключить. Нет, ты зайди где у тебя нет подгрузки Аяксовой. А где у меня ее нет? А, ну видимо в больших или в простых. Ну я позволил себе M нажать, но нет, не работает. Ну давай. Все, нажал. Да, мобильная версия вижу. Мобильная версия. В принципе, у всех других, у Steam тоже есть мобильная версия. Не знаю там у GeoG, но короче... GeoG, так и скажи ГОГ. Люди не поймут. Они поймут сейчас Jiujitsu. Google Games, да. Jiujitsu. Короче, они набирают на то, что у них все удобно, все круто, что они, во-первых, русские чуваки, что у них начинающий разработчик платит всего 3000 рублей и вкидывает игру уже и делит пополам все, что он заработал. 50%. В том же Steam там 30%, в том же, блин, Upstory тоже там сколько-то там типа 30%. Да, ты говорил там 33, кажется. Короче, в общем, пока непонятно, чем они хотят брать. То есть, пока непонятны фишки, но опять же бета написано. Они, скорее всего, спонсируются чем-то, я так понимаю... Террориста спонсируют еще, возможно, и ГИЛ. Да. Ну, в общем, пока непонятно, как это все выживет и как это будет дальше. Посмотрим. Пишите в комментариях, если вы рискнули и купили там игру. StarCraft. Например. Да. Ну что, пойдем типа к одной строкой. Да, к одной строкой. Во-первых, Google ввел режим Star Wars. Ожидание фильма. 15 декабря премьера. Ну, что-то такое. Ну, около того. Вот я, вы у меня на экране уже видите, что я перешел на светлую сторону. Угу. Пишите в комментариях, если вы перешли на какую-нибудь сторону тоже. Ну и теперь немножечко стилизованы все сервисы Google. Я увидел стилизацию YouTube. Самого поиска стилизации я не увидел. Это на Gmail, если ты зайдешь. Ну, на Gmail я не буду заходить при всем уважении. Но там реально тоже все стилизовали. Подожди, вот я просто, почему в Google поиске не стилизовали, хотя обещали стилизовать? Вот это я тоже не знаю. Какого хрена? Ну, вот в общем. Мне еще интересно, как вот такие люди, кто кому платит и т.д. и т.п. То есть, кто тут, кто тут, Google заплатили, чтобы... Ну, я думаю, да. Ну, как, ну, это такая реклама, что просто обосраться можно от того, какая это реклама. Согласен. Две такие эти, что я опять же... Подкаст Эскобара. Эскобара, да, Аксиома Эскобара. Ну, что там, Envato Sites? Envato Sites. Не знаю, что это сказать. Одной строкой у нас это все идет. Envato открывают бета-версию тестирования, можно подписаться и вас, может быть, пригласят. У них будет статическая платформа для сайтов типа VIX. Еще бы кто знал, кто такие Envato. А это чуваки, которые держат ThemeForest, CodeCanyon и другие площадки для продажи. Они держат за мягкое, за тестикулы, если угодно. Там такие бабки, мне кажется, тоже крутятся, как... Причем они канадцы, что характерно. Офигеть. Или австралийцы. Черт, ну какие-то неамериканцы, короче говоря. Есть американцы, есть неамериканцы. Я против расизма, негры и люди, это одно и то же. Вот здесь то же самое. Так вот, неамериканцы. И можно свое портфолио там запилить прямо на платформе Envato Sites. Пока у них нет абсолютно никаких, так скажем, картинок, как это будет выглядеть, если я сейчас зайду на sites.envato.com, я прям даже не поленюсь это сделать, хотел сказать, не потружусь это сделать. У них здесь просто написано, мы типа предлагаем вам Envato Sites и вот вам форма. Оставьте свое сообщение после сигнала. Все. Ну блин. Короче говоря, ждем. Будем подождать. Я даже как-то оставлю свою почту work.sobaka.ue.design.ru, которую вы можете писать предложения по работе, по сотрудничеству и вообще передавать нам приветы. Подписались. Следующая новость. Мне нравится следующее. Вот ты мне расскажи, что за такой же контент, как у всех. Мне нравится заголовок. Просто маленькая, коротенькая статья. Почему вы не должны бояться делать то же самое, что и другие? Воровать. Нет. В том смысле, что вот допустим, есть уже 15 тысяч видосов, как накатить WordPress на хостинг. Перенести сайт. Не бойтесь делать свое. Вдруг именно ваше видение понравится кому-то. Кстати, смотрите наш ролик о том, как перенести WordPress с хостинга на хостинг. Блин, ну это очень круто. Это мотивирует. Оно настолько коротенькое, что здесь написано, что пишите не для веба. То есть не пытайтесь сделать видео, которое посмотрят все от мала до велика. Пишите именно для своей аудитории. Нравится вашей аудитории, что вы параллельно, когда делаете, пердите в микрофон. Делайте такие видосы, пердите в микрофон вместе с обучающим контентом непосредственно и вас будет смотреть. Отлично. Я считаю, да. То есть если как бы сейчас всю SEO-оптимизацию надо делать как контент first, то весь контент нужно делать как аудитория first. Переходим дальше. Яндекс.Вебмастера обновились. Да, я так понимаю. Да, это последняя одна строка. Последняя одна строка. То есть Яндекс продолжает обновлять свои сервисы. Вебмастера обновились и теперь можно смотреть все по-другому. Ну, как бы выглядит вообще сильно различается. Хотя я не помню, если честно, насколько там вебмастерах все так было. У меня даже еще не загрузилось ничего. Ты сам тебе как? Удобно тебе стало? Ты вообще как сильно заходил вебмастера? Я как к метрике. Очень осмотрительно отношусь. Мне не очень пока нравится. Но я оставил себе новый вид. Но они выдерживают стиль Яндекса в принципе. Да, он как кинопоиск новый выглядит. То есть, опять же, негативные впечатления. Пишите в комментариях, негативные или нет у вас. Да, что? Я просто даже не знаю, как сейчас закончить нам это все поток. Обойкой, как обычно. Что ты думаешь про обойку? Про обойку я думаю, блин, ну качели и качели, как бы. Это как наш подкаст, он то вверх, то вниз. Да, и вот здесь вот сразу представьте, один человек какой-то сидел, слушал наш подкаст, и вот закончился он, и вот так же одинокая пустынна в интернете стала до следующего понедельника. Он ушел, и увидимся, И обещал вернуться, да. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, кстати. Ставьте отзывы на Айтюнсе, и думайте о нас всю эту неделю. До встречи! Как это? Расстаемся всего на эти коротенькие семь дней, и дай вам бог. Да-да-да, согласен. Ну все. Да, удачного вам семь дня, и пока. Пока.